Два мощных взрыва прогремели сегодня в Дагестане, в городе Кизляр. Два смертника по очереди подорвали себя. 12 человек погибли, 29 получили ранения. Президент Дагестана Магомед Салам Магомедов провел в Махачкале внеочередное заседание Совета Безопасности Республики. Подробности в нашем сюжете. Оба взрыва прогремели в центре Кизляра с интервалом в полчаса. Первый в половине девятого утра на Московской улице, недалеко от здания МВД и первой гимназии. Бомба взорвалась в автомобиле Нива, который милиционеры остановили для досмотра. В результате погибли три человека, двое ранены. Где-то в 8.30-8.40 утра находились на работе, услышали сильный хлопок, даже стены затряслись. Выйдя на улицу, заметили, поднимаются клубы дыма. Подъехали на место, действительно, мы немножко опасались повторного теракта, поэтому так с опаской передвигались. Когда сотрудники милиции осматривали место происшествия, к ним подошел неизвестный, одетый в милицейскую форму. Именно он привел в действие второе взрывное устройство. На данный момент установлена личность смертника. Это житель Кизляра Даут Джабраилов. В результате обоих взрывов погибли 12 человек, 29 ранены. Среди погибших 9 сотрудников правоохранительных органов. Прошу обратить внимание и бдительность на все жизненно важные объекты. На массовые посещения, которые сегодня есть во всем, во всей республике. Прежде всего это кинотеатры, школы, колледжи, университеты. Дополнительно еще проработайте все связи, которые касаются к незаконным вооруженным формированиям. Усильте бдительность районных отделов внутренних дел и органов исполнительной законодательной власти. На месте взрыва образовалась воронка диаметром 5 метров и глубиной около 2. В радиусе 200 метров выбиты все стекла в зданиях. Также взрывной волной снесло школьную крышу. Мощность заряда составила 200 килограммов в тротивовом эквиваленте. Второй взрыв был менее мощным. Высшее руководство страны уверено, между терактом в Москве и взрывами в Дагестане существует прямая связь. Сегодня произошли несколько взрывов в Кизляре. Погибли наши коллеги из милиции в Дагестане. Все это звенья одной цепи и все это проявление той самой террористической активности, которая в последнее время стала снова давать о себе знать. Не исключаю, что действует одна и та же банда. Не буду сейчас давать каких-либо характеристик по этому поводу. Все сказано в связи с трагическими событиями в московском метро. Добавлю только, что для нас неважно, в какой части страны совершаются преступления подобного рода. Неважно, кто становится жертвами этого преступления. Люди какой национальности, либо какого вероисповедания. Мы исходим из того, что это преступление против России. В самом Дагестане состоялось экстренное заседание Совета безопасности и правительства республики. Глава Дагестана потребовал от правоохранительных органов усилить меры безопасности. Магомед Салам Магомедов выразил соболезнование родственникам погибших и поручил правительству оказать помощь их семьям. Те теракты, которые произошли совсем недавно в московском метрополитене, теракты, которые произошли здесь у нас, в Кизляре, ставят одну цель. Это посеять панику, страх среди людей, расшатать общество, потерять доверие людей к власти и стабилизировать обстановку в республике. У них ничего не получится. Магомед Саламу Магомедов свою помощь предложил лидер Чечни Рамзан Кадыров. Для проведения расследования в Дагестан прибыли криминалисты Центрального аппарата Следственного комитета.